так мы продолжаем значит давайте посмотрим на ваши записи и уточним в параграфе которым мы сейчас занимаемся это параграф компактные операторы 12 параграф до чего мы с вами дошли какую но какую у него много тире до прекрасно а перед этим последний что мы доказали меня интересует вот давайте я напомню тогда на всякий случай и пойдем же тире 12 1 очень полезно и замечательно диктуете в какой формировке на балдано все сейчас не так быстро есть набор операторов компактных которые по операторной норме сходятся автоматически разумеется он такой же значит и зелья и так далее если в этом следует только что а предельный оператор тоже компакт прекрасно значит цель нашего сегодняшнего путешествия это великая теорема теорема фридгольма ну вот надеюсь что мы до нее сберемся значит сохраняется принцип который мы сформулировали в прошлый раз вот здесь по возможности буду писать теоремы которые появляются а справа от них доказательства которые по мере того как мы понимаем что там написано мы стираем и переходим к следующей и так далее итак теорем 12 2 из жизни компактных операторов ситуация есть банных его пространство е над полем комплектных чисел но полем естественно все верно но менее интересно просто и есть компактный оператор действующий из е в е смысл вот теоремы сразу пока скажу который сейчас пойдет в том что компактные операторы очень похожи на операторы в конечномерном пространстве ну например какой может быть кратность собственного значения матрицы в пространстве там скажем размерности 17000 но тоже конечная кратность правда то что размеры собственно под пространство не превышает размерности всего этого пространства и тогда но теперь мы уже неким пониманием отнесетесь к тому что счет написано лямда комплектное число не равны нулю тогда говорит теорема размерность вот такого собственного пространства если ты собственный пространство интервиальное конечно ну вот предположим что лямда собственное значение компактный оператор у него есть собственное предпространство и мы соответствующие состоящие собственных векторов и нуля так тел оказывается как и в конечномерном случае размерность может быть только конечно даром крышу доказательства сколько способов у нас есть доказать с того что нечто конечномерное вот мы тут обсуждали одну задачу на семинаре здесь упрощенный вариант этого же подхода первое предвидь базис вот вам 17000 линии независимых векторов являющихся базисом в этом пространстве второе с помощью теоремы которую вы помните теорема 4 1 что критерием конечномерности пространства является свойство полной ограниченности сферы или шара единичного правда и вот этим то мы сейчас и воспользуемся третий способ тесно связаны с вторым вот этим только что названным это компактность тождественного оператора вот у нас уже есть три разных подхода к решению такой задачи мы постепенно обрастаем арсеналом и надо периодически нам друг другу об этом напоминать я выберу второй путь значит мы займемся сейчас судьбой единичной сферы из этого пространства а это есть и первый элемент доказать что это байс вы вообще кирилл не бывает чисел больше чем 17000 все вот итак покажем это кстати на самом деле вот то что сейчас мы с вами обсуждаем кирилл вот надеюсь мы проведем парочку консультации по дороге к вашему госэкзамену по математике вот то скажем автономная система x с точкой равняется а т на x ну вектор функция то есть что такое фундаментальная система решений это байс так вы никита что такое фундаментальная система решений вот этой с тем никита думает артур вот понимаете вы все танцуете от факта свойства что это байс во первых и непонятно если этот байс ваша предель уже в этом смысле нахальная хорошем смысле слова вы считаете что он есть и вот если он есть то мы его называем на самом деле определение каноническое тоже нахальное как я выразился произвольная система значит тут матрица была н н про система решение уравнение 1 состоящая из линина независимых вектор функций x1 и тогда дали xn из n функции значит произвольная система решений состоящая из функций больше не буду писать называется фундаментальной системой решений вот тоже нахальство моё состоит в том что я говорю что их ровно n каковы размеры матрицы столько и а потом доказываются два утверждения первое что это определение корректно что фундаментальная система решения существует а во-вторых что она базис то с чего вы начали понимаете и то и другое доказывается с помощью теоремы существования единственности это все очень интересно очень важный цикл и надо понимать например такую вещь что вот наличие фундаментальной системы решений но пусть это матрица игрок от так состоящий из столбцов игрок один там мне x правда было ну ладно хорошо пусть x матрица вот если я знаю уравнение я теоретически знаю фундаментальной системы решений уравнение это описание геометрического н-мерного мира из этих функций состоящего а это описание на скетту байс ну вот например терема виета предлагаю вам придумать терема виета мы по корням восстанавливаем уравнение мы способны восстановить уравнение тоже важно для эволюционных каких-то процессов и прочего расчетов а если мы знаем фундаментальную систему решения да можем потому что у меня каждый столбец удовлетворяет тому уравнению и значит x точкой равняется а на x ну раз они избавятся на все или не независимо и я умножаю справа на x минус 1 x с точкой x минус 1 кого взял а вот так и нашел уже пока вы спрашивали я уже нашел вот найти уравнение то есть задача об отыскании матрица вот все и тут очень много всяких интересных задач ладно поговорим еще когда будете спрашивать буду отвечать правил таки стираю но эта заготовка вашей подготовки в госэкзамены не получается хочу я хочу провести надеюсь что получится получается на на дне нет первое хочу но и лет 20 уже обычно провожу иногда там силу обстоятельства не получается но парочку хотелось бы я просто поясню что с моей точки зрения госэкзамен но если не брать заботы там ректората деканата руководство школы и прочего это попытка склеить из сонно разбитых черепков под названием отдельные курсы которые вы прослушали на физтехи склеить кувшин из которого можно воду наливать куда-то вот такая магическая процедура был кувшин разбили но потому что после каждой сессии как мне неоднократно объясняли вы через две недели все забываете то есть кувшин превращается в какой-то черепок у нас этих черепков набралось достаточно много из них можно соорудить полноценный кувшин конечно звенеть как китайские фарфоров и он не будет при постукивании ногтем зато воду наливать можно и вот наша задача эту склейку прыгать все стираем так похоже мне без ядра не обойтись и так покажем что единичная сфера в вот это многообразие а точнее даже подпространстве ядро оператора лямбда тире вполне ограниченное множество вот это слово которое еще здесь написал что пусть оно банахова вот оно будет означать что у меня всегда будет равносильной задачи изучения свойства компактности предкомпактности множества и его полной ограниченности договорились значит банахово пространство компактный оператор не нулевое комплектное число лямбда ну все вот давайте думать откуда мы возьмем эту компактность точнее на нашем языке как мы сейчас договорились что она вполне ограничено кого попробовать не знаю а может быть можно лучше просто вот так я не знаю вот помните у нас была теорема который к сожалению изредка выстреливала но недостаточно часто в основном виде ружья на стене висит критерий компактности множество метрическом пространстве ну мы для пространства формулировать следующие условия равносильно у нас было пять условий я компакт я полный вполне ограниченно я таков что из любой последователь можно выделить сходящуюся под последователь исторически первое определение компактности для вычислений третье всякое бесконечное множество имеет предельную точку и пятое мы туда добавили потому что у нас задание такая задача была что характеристическим свойством метрических компактов является то что все непрерывные функции ограничены c от x ну скажем в r вкладывается в b x r вот видите у нас пять инструментов для того чтобы вот это проверить но есть еще критерии всякие в конкретных они все вырастают вот из расшифровки полный вполне ограничены но если у меня общий случай то разумеется конкретным критериям я не воспользуюсь а вот на языке последовательности я сейчас посмотрю на языке последовательности значит у меня есть сфера беру произвольную последовательность элементов иксен из вот этого мира альянда такое что два условия планы норма всех аксен равны единицы ребята со сферы при любом и второе это второе ну я ее взял но она где лежит они лежат в мире где а лямбда вот это просто характеристика принадлежности к миру это характеристика принадлежности к сфере на этом кусочке если мы покажем что из этой любой последовательности можно выделить сходящуюся под последовательность то все будет хорошо покажем что из последовательности можно выделить сходящуюся под последовательность настал черед вот этого игрока как компактный оператор иксен была ограничена последовательность а тыксен раз а компактный оператор предкомпакт так ведь так как а компактный оператор а раз это предкомпактное множество ну тоже в е то стало быть но по той же теореме только обобщающая значит я предкомпакт если мое замыкание компактно и значит критерием пункт 2 будет такой пункт 3 что из всякой последовательности можно выделить сходящуюся не обязательно к элементу этого множества но сходящуюся то есть вот здесь уже можно значит по теореме сколько у меня там было 32 да по теореме 32 существует сходящаяся подпоследовательность а иксенка ну пусть она сходится какому-то игроку верно я на спасибо я задаю риторические вопросы вы нет то что вы проявляете надо и вы вмешивая все вместе то что вы следите за изложением и понимаете это здорово конечно нормально теперь этот пункт все а иксен равны нулю ну я эксенка ты тоже ой про простите значит сейчас напишу они все равны лямбда иксенка ну раз они из этого пространства а минус лямбда и примерно кексу из этого мира равняется ну теперь смотрите если это стремится к этому а равно на самом деле вот этому значит у этого тот же самый предел давайте перепишем отдельно слишком что-то выдающееся получили лямбда умножить на иксенка то имеет своим пределам некий игрок но лямбда не нулевое число вот тут появляется на сцене еще этот персонаж лямбда не равняется нулю значит это то же самое что иксенка то имеет своим пределам элемент вот такой верно опять вспоминаем теперь начинаем движение мысли в обратную сторону а компактный оператор значит он в частности линейный ограниченный непрерывный раз он непрерывный значит образы эти этих сходятся к образу того а иксенка имеет своим пределом 1 на лямбда от игрок но где-то я уже это видел а иксенка вот здесь в рамке написано уже имел свой предел обозначенный через игрок и вот все что мы мы получили заключено в этой рамки а иксенка то сходящейся последовательности ее предел такой и такой но поскольку предел единственный то это означает что игрок равняется 1 на лямбда от игрок то есть от игрок равняется лямбда игрок иксенка принадлежит нашему миру он такой выделили сходящуюся последовательность сначала работали в мире объемлющем е а потом перешли сюда и вот в нем то все это и произошло взяли произвольную последовательность точек на сфере элементов на сфере и показали что она сходится что ее некая подпозренность сходится и имеет своим пределом элемент принадлежащий нашему миру ядро а лямбда ну скажите что тут все понятно я буду доволен углу угу раз угу два не обязательно а я это я это написал а просто давайте подумаем если бы я этого не упоминал вы бы сказали просто что это в е происходит ну и пожалуйста я сейчас вот здесь сосредоточился на изучение вот этого пространства мне надо было показать что именно в нем в этом пространстве пространстве е вот такие то события происходят я хочу доказывать что вот это пространство конечно мирно то что я в каких-то делах буду выходить за его пределы это ужас мне важно что именно в этом пространстве все получать кто он пока ничего не знаю это понимаете я вам сказал что у нас есть 400 сравнительно тесных способов доказательства количественной мерности какого-то пространства вот сейчас я вышел на то что в этом пространстве его родная сфера есть перед компактным ну что конечно нет выйти если у нас все просто у нас все сходимости формально рассматриваются в самом е объемлющем и теоретически можно было бы выскочить можно было бы вот сидя на куске е выскочить в пределе за границу то может правда но беру например многообразие поленомов мире неправильных функций взял сходящий способ поленомов получил модуль x буду думать что это тоже поленом это заблуждение модуль x это не поленом я готов справку дать все понятно уйти хорошо значит смотрите вот у меня был тезис такой абстрактный что они похожи на операторы в костномерных пространствах вот уже первая похожесть собственное подпространство состоит еще не нулевому лямбда если это собственное значение она обязательно конечно мир стираю все в доказательстве как и договорились и пишу на этом месте а там тоже потом сотру теорема 12 3 дальнейшее развитие вот этой темы как бы конечно мерный вариант теорема 12 3 по прежнему где банахового пространства по прежнему а компактный оператор буду повторюсь на всякий случай е на c банахового пространства это некий намек на то что теорема будет ну как то связано стоя значит по крайней мере в следствиях точно а компактный оператор лямбда пока не фиксируем утверждением вне листочка поставлю тогда при любом сколь угодно малом дельта больше нуля вне круга модуль лямбда меньше либо равно дельта может лежать находиться ну лежать как хотите лежать лишь конечное число собственных значений оператора а картина мира где мне картина мира может быть нарисована но здесь нарисую потом сотру вот комплексная плоткость где живут лямбды это комикс такой взял кружок центром нуля радиуса дета и вот каким бы я его не взял даже очень маленький почти почти ноль все равно вне этого круга может быть лишь конечное число собственных значений тогда еще по теореме предыдущий кратность каждого из этих собственных пространств которые этими лямбдами прождаются тоже конечно значит сумма размерности по всему этому внешнему облачению круга даст конечную величину но это уже следствие которое пока мне нужно но пока что так опять каких нет вот ниш вы просто раз пронесли слово редактор вот себя способны редактировать вообще это очень трудно практика пока ни один нормальный автор себя толком редактировать не может но к этому надо стремиться вот много нулевых собственного значения вы намекаете на то что много нулей ну что вы хотите сказать понятно что что 0 может быть собственным значением бесконечной кратности это правда вот пример простой вы в пространстве льдва берете диагональный оператор например с такой матрицей 1 0 1 0 и так далее у него 0 является собственным значением бесконечной кратности правда тут получается что 1 является значением бесконечной кратности да он не компакт но легко себе представить ситуацию когда здесь стоит 1 здесь 1 2 здесь 1 3 и так далее и тогда он будет компактным а 0 по-прежнему собственное значение бесконечной кратности понятно все но заблуждение очень правильно и полезно вот смысле выразительность а по сути вы правы вот вот нет вот здесь например написано что кратность конечная у каждого не нулевого и вот представьте себе что меня диагональный матриц у меня снаружи мало чего там их не более чем чего а вот в ноль может собраться всякая всячина и 0 может оказаться в отличие от вот таких не нулевых лямбда уже собственным значением бесконечной кратности все посуществует для доска и она совсем другом да она просто внешности круга там так ну давайте ее доказывать и вот сейчас будет произнесено то что будет произнесено я могу сейчас помощь и рема почти перпендикулярия все это идет но помните как у нас возникла вообще ляма почти перпендикулярия мы сначала сделали наблюдение что например в 2 том же самом единичная сфера не является вполне ограниченным множеством потому что вот эта стандартная растопырка иен не является вполне ограниченным множеством счетный набор бесконечно много элементов с большими попарными растениями корень из двух в данном случае и вот в гильбертом пространстве в сепарабельном а не все изоморсные или два ну все понятно а вот как быть пространстве произвольном где боится нет и ортогональности нет и тут вот нам как раз лема почти перпендикулярия почти перпендикулярия позволила создать механизм доказательства подобного же существования подобной же растопырки вот здесь я могу пойти по такому тому пути с почти перпендикулярами мы бы увялили сейчас минут на двадцать я шучу и я принимаю волевое решение доказывать в эту теорему будем для случая когда я это сепарабельное гильбертово пространство а не только компактный но еще и сам сопряжен вот чтобы в первом приближении понять почему это так а там с помощью вот преодоление технических трудностей с помощью лема причем перпендикулярию вы теперь сможете даже сами дома сделать только водиться будете долго а если прочитаете в книжке то это будет быстро и понятно итак пишу дайте доказательства проведем для случая когда я это гильбертово пространство а а не только компактный но и сам сопряженный оператор просто то что я сейчас сказал это вот часть общего креда для первого знакомства дисциплины надо гнаться не за полнотой формулировок и так далее а заяснением принципов которые проявляют себя достаточно ярко и содержательно и полезно в простых структурных случаях это все значит доказательства для случая е равняется h но комплекса естественно а а не только компактный но и самый сопряженный оператор ну иногда вводят обозначение для класса сам сопряженных операторов иногда вот как предлагали нам можно вводить сопряжение по бануху и сопряжение по эрмиту разными обозначениями штрихи и звездочки у нас все звездочка обозначение не будем засорять эфир словами сказали сам сопряженный оператор все давайте вспоминать значит что мы хотим доказать что вот в ней и так далее и так далее вот сейчас одна сцену выходит даже несмотря на все вот эти упрощения философский момент мы в силах дать прямое доказательство что вот сумма каких-то там размерности мала чего-то да по сути как бы там на картинках прямой будет доказательство или косвенно вопроса к вам если вас силы на прямое доказательство нахальство владение материалом большой арсенал три молотка пуска губцы против чтобы дать прямое доказательство я говорю нам надо вырвать вот такой-то гвоздь из такой-то доски кто-то начинает тащить кто-то говорит предположим противно и вот именно понимаете андрей если бы вот может быть мы вот как раз сделали достаточно допущение для того чтобы медленно противно и доказать мы не снимаем философского непонимания того что там происходит мы не говорим что мы там владеем ситуации мы предположим что нельзя и так вот первое что здесь неожиданным является вот на фоне вот этого упрощения вы правы абсолютно я так специально это все и построил здесь разговаривать чтобы вы подумали что нет и так предположим противно то есть существует такое дельта нулевое что вне соответствующего круга вот лямбда меньше либо равно дельта нулевое находится на сервер другое слово напишу бесконечно много сокращение понятно бесконечно много собственных значений оператора ну вот какие то они есть ну раз бесконечно много можно выбрать какую-то последовательность значит выберем последовательность лямбда н таких значит что все лямбда н собственные значения и модуль лямбда н вот они такие больше чем дельта нулевое верно каждому такому числу лямбда н сопоставлен но какой то хотя бы один собственный вектор и вот поскольку оператор а самосопряженный мы это знаем это заметно у нас была теорема самая первая в изучении сам сопряженных операторов если я возьму лямбда н и лямбда м разное то соответствующие векторы ги н и е м будут ортогональны самая простая самая первая теремка боток сколько не там был номер здесь 11 1 до помнить все ну а теперь финиш я утверждаю что вот эти векторы что вот это множество лямбда не вполне ограничены почему потому что если я напишу норму равности нет еще рано говорю не лямбда давайте пока не буду ничего забегать вперед значит еще раз есть у меня вот эти лямбда никакие лямбда никакие они порождают вот этот набор векторов давайте считать что ген арт нормированы мы можем всех про нормировать нам удобнее быть хорошо ну можем тогда раз это множество ограниченное набор из образов а и н будет перед компактным множеством ну в наших ситуациях вполне ограничено покажем что это не так этого не может быть чего этого показываю стрелкой самом деле с разными номерами ген и е м беру рассматриваю их образы пишу скалярный квадрат но в силу ортогональности понятное дело и того что здесь будет лямбда н получил модуль м в квадрате плюс модуль лямбда м в квадрате ну понятно же раскрыл скалярное произведение произведение равно нулю вектор и пронормировал будет можно лямбда н в квадрате модуль лямбда м в квадрате каждый модуль больше чем дельта нулевое расстояние между такими элементами которые якобы все образуют вполне ограниченное множество больше фиксированной величины отсюда разумеется следует что вот это множество а и н не вполне ограничено здесь написано так а здесь вот так я это называю противоречием но если даже в одновременно меня и слушайте не слушайте это противоречивое состояние продаж я говорю что я пришел противоречию утверждение доказано оно доказано вот с этими дополнительными всеми предположениями еще раз говорю в общем случае я могу тоже легко да все доказать буду водиться слема почти переманикуляре мне нужно будет заменить условия ортогональности собственных векторов чем-то заменю все можно сделать но зачем для первого знакомства достаточно что им кирилл вот в математике живете много лет но 10 лет школе 3 года в институте вы хоть раз видели неравенство типа того что 10 больше чем и все это в этом одно из главных преимуществ вещественных чисел их можно сравнить непосредственно не по модулю по модулю то всякий сумеет вот так все понятно девушки все дружно кивать молодцы как вы думаете какая теорема будет после теоремы двенадцать три ну вы даете тривиальный ответ это будет теорема фрекгольма у него будет номер конечно но это уже не важно пока стираю вот понимаете вчера еще раз проверил по всем энциклопедиям математическим не очень вот шведский математик на одну заменную фредхольм но классическом шведском ударение всегда на первом слуге неважно это название залива имя собственное или что-нибудь еще вот в популярных фильмах которые вы все знаете его лучше меня как называется обитель богов скандинавских вот в том-то дело что асгард фредхольм может быть жить только в асгарде в ангарде он жить не будет понятно это общее правило для всех вот скандинавских языков шведские норвежские датские и исландские не надо контрмер искать они есть но я пока вот видим против атаку ты год у нас обычно вы как говорите уравнение фредгольм или фредгольма конечно вот он вообще говоря фредхольм вообще это двусложное слово фред это имя а это остров остров фреда вот такой вы знаете город сток это бревно а хольм по-прежнему остров стокгольм это время но с этим связано его основание наши люди когда-то сожгли тогдашнюю столицу швеции сектуну часто деревушка рядом с обсалой новый шведом видать не впервые было новую столицу установить они бросили бревно в озеро маларин стали смотреть куда его прибьет воли богов ветра волн его прибило к островку не подалеку отсоединение этого острова с заливом там перепад высота метр ну и назвали этот город новый остров бревен бревно прибил все значит вот к сожалению но мы все говорим тем менее теорема фредгольма альтернатива фредгольма уравнение фредгольма и так далее и так далее а само имя ну с трудом но можем говорить фредгольм но если вы будете в рице гольм ничего страшного я говорил что это правило адаптация к другому языку вы понимаете в этом-то языке там падежных окончаний нет он что ему припишем теорему что не припишем никакого а на конце не получится как был фредгольм так и договорились знаем но тем не менее математическом словаре инциклопатическом нашем не говоря уже других изданиях там написано аккуратно фредгольм так теорема 12-4 если вы в какой-то момент устанете потому что я говорю достаточно быстро я отдаю себе отчет но вы скажете что караул устал мы сделаем перерыв на 2 минуты договорились если хоть один человек сказал что он устал мы делаем перерыв на 2 минуты если хоть два человека скажут что вы устали мы делаем перерыв тоже надо после этого желающих больше не появится ясно и так терема 12-4 но прежде чем мы к ней перейдем или вот все таки нет давайте сформулируем чтобы цель была обозначена я буду называть этой теоремой следующее утверждение напишу на всякий случай потом быть комментарий потому что например в книжке калмогоров и на теоремы точнее там альтернативы фредгольм называются три равные теоремы в книге владимирование математической физики четыре равные теоремы все объединены под общей крышей альтернативы фредгольм а здесь у меня даже альтернативы пока никакой не будет но тем не менее сформулирую то что я буду доказывать значит пусть h на c это сепарабельно простите гильбертов пространство а это компактный самый сопряженный оператор лямбда комплектное число неравное нулю тогда говорит теорема наше пространство h рассказывается в ортогональную сумму образа оператора лямбда и вот этого ядра вот это великая формула с моё другим немножко вариантом мы уже сталкивались когда говорили про сам сопряженный оператор там у нас было замыканием им а лямбда с чертой сейчас черта исчезла то есть сам образ описывается как ортогональное дополнение вот этого ядра и смысл теорема такой вот если вы изучаете уравнение а лямбда x равняется игрок вас интересует какой игрок попадает вот сюда грубо говоря это такие игроки которые отогональны вот этому миру ну мы потом уточним но я пока что вот граница таким вот философским вот теперь прежде чем мы туда двинемся в доказательство не меду я еще вернусь к этим фильм вы видите вот я специально так построил изложение на доске чтобы теоремы накапливались а потом как-то все выстрелило сработало и тогда мы потом еще нарисуем такой графический путеводитель карту местности но вот представьте себе озеро байкал знаете сколько у него речка падает у нас есть кому-нибудь из иркутска нет выходит одна ангара а впадает там по разным оценкам от нескольких десятков до нескольких сотен смотря что речка и называть короче говоря все впадают все втекают а выходит ладно вот теорема фредгольма это уже вот такой пример теоремы в которые впадают речки с назовем теорема такая сякая с номером таким ну мы эти штук 10 наберем чтобы поняли что вот мы можем соткать уже из какого-то набора речушек даже не очень больших такое основательное глубоководное озеро где какая там рыба живет нерпа рыба миша записывайте свои есть рыба нерка если вы это имели ввиду это лососевые рыбы очень красное мясо вот цвета вот майки вот такой примерно понятно ну омаль конечно вы чё ребят но песню знаете славный море священный байкал и там есть словосочетание амулёвая бочка но бочка в которой омалью поймут солят то есть там баргузин еще есть в этой песне что слово баргузин означает песня это ветер молодец это ветер который дуется с определенной стороны берега где вот который называется там мысль и прочее все баргузин оттуда произошло и название баргузинский соболь и так далее в общем это все из этой серии правильно все отдохнули перерыв нам уже не нужно так вот я прежде чем сейчас двинуться в доказательство еще вернусь сюда вот можно некоторые полезные я бы сказал даже по-своему замечательные следствие суродить ну давайте напишу следствие первое вот непосредственным следствием этого и этого но здесь вне круга конечное число а размером с каждого конечно поэтому сумма по всем лямбда больше чем фиксированная дельта положительная размерности собственных пространств это сумма конечно но их конечное множество и каждый из этих лагаемых это тоже конечная величина так что вот на всякий случай просто лишний раз показывает что кроме нуля все остальное ну совсем какое-то конечномерное а вот второе уже другое немножко что можно сказать про точечный спектр оператора а вот в этих наших условиях а вот что если вне любого круга это именно теорема 2 3 это дает напишу не более чем счетное множество ну смотрите у меня вне любого круга конечное число я их могу номеровать по убыванию модуля правда и выстроить все собственные значения вот те которые больше скажем единицы по модулю вот они модуль амда 1 больше ворону модуль амда 2 каждому свой набор конечно мерный собственных векторов ну и так вот по дороге к нулю я всех за номеру я могу за номерать мир ненулевых собственных значений вот это очень полезное замечание для дальнейшего и мы с ним будем тоже иметь дело но эти два следствия мне сейчас не нужны будут для работы вот доказательством терем 12 4 а вот что я сделаю я введу ну это такая традиция предложение этого материала я веду несколько лем а именно лему 1 лему 2 и лему 3 которые позволят потом нам как-то прям на автомате получить доказательство я вот буду в духе книжки замечательной сергея михалыча никольского математический анализ действует я ему когда-то говорил что для первокурсника трудность при чтении вашей книжки такова я читаю книжку мне интересно переворачиваю страницу и вдруг вижу фразу тем самым мы доказали терем я первокурсник я нервно вздрагиваю я думал со мной просто беседует о жизни математической я же не знал что мы терем доказать и это конечно слегка осложняет жизнь читателя но правда он как минимум 2 раза тогда прочитает этот кусок первый раз в режиме разговора потом когда он поймет в походе что оказывается матерям доказать прочитает еще раз но я это сергей михалычу горел он улыбался ты всего и делают что еще неизвестно в какой степени сознательно это было сделано но хорошо на книжка замечательно потому что у него вот эта евристичность она там конечно для такого учебного курса представлена совершенно замечательным вы какие книжки читали по на тоннель только не говорите что лишь и вот лекции редко зуба у конспекта больше ничего конспект замечательный лекция замечательный номер книжки то надо читать но при себе я спрашиваю какие стихотворения пушкина вы читали вы скажете я знаю малого который знает несколько стихотворения пушкина и так далее это примерно то же самое надо хорошие книжки читать так есть у вас какая-то она хорошо андреев из края сидите это есть вот в решении олимпиадных задач такой прием за это метод крайнего элемента ну вот есть у меня набор цифр там от нуля до 9 вот для 9 докажу для 0 до каждого остальное и так любимую книжку по мотоанализу что но вот для первокурсника если бы на перу посчитали бы совершенно нетривиальный необычный человек он совсем нетривиальный но это вот один из лучших учебников это разная он появился вообще на мехмате в начале 70-х годов когда вот усилиями новикова арнольда и других был создан на короткое время потом это прекратили эксперимент так называемая естественно научный поток вот андрея николаевича колмогорова идет мысли что математики должны не думать что они станут профессиональными математиками это дело одного из десяти выпусков мехмата губы а надо радоваться тому что вы станете какими-то сотрудниками в мире естественных наук где вы будете ценным элементом потому что вы будете владеть вот возможностью превращения этих не очень понятных иногда с математической точки зрения вещей математические формальные конструкции и так далее и вот был но мехматяне это все выслушивали но при этом пугались процессы формализации естественно ученых задач и так далее вот была предпринята попытка создать естественно научный поток чтобы вот в связи с задачами естествознания целенаправленно происходило изучение какого-то материала и вот то появились тогда учебники скажем книга арнольда дифференциальное уравнение это вот учебник родившийся из этого эксперимента книга зорича оттуда же зори потом написал книжки про вот математические задачи естествознания там маленькие такие брошюрки но в принципе у него эта линия очень здорово прослежена вот в этом курсе и вот когда мы будем говорить в одном из следующих параграф по операции свертки и приобрели фурья я вот как раз некоторые соображения зорича там использовать хорошо еще кто-нибудь читал что нибудь нет я право анализ просил вы не забегайте вперед я читал арнольда по дифференциям во первых по дифференциям но не вежливает кура по отношению к уровню и нет я не говорю что что вы читали по мотану я всякие аббревиатурные сокращения знаю чего скрывать но есть математический анализ есть анализ в широком смысле которые содержат себя в современном толковании математический анализ функциональный анализ дифференциальное уравнение уровень частных производных куча вот этих дисциплин это все называется анализ так вот все таки еще по математическому анализу так девушки вы хоть одну книжку на анализу а понимаете фехтангольц вот когда я учился ну можно можно бы говорить фону что такое фехтангольц без какой-то набор примеров так далее сейчас конечно когда я читаю что видишь вот это богатство как раз примеров в то время мы все были увлечены таким как я надеюсь здоровым бурбакизмом то есть подходом к нематике к изучению каких-то структур содержательных и так далее но все таки вот конечно это воскомерие совершенно неправно твари что григорий михалыч был замечательным математиком это питерская школа она вот сохранила в каком смысле нашу до революционную еще российскую математику потому что математики в москве то вообще не было до революции это потом когда после революции пережали сюда всякие структуры вот математический институт в частности переехал сюда потом из ленинграда тоже где он был это вот были такие математики как смирнов вот фехтангольц и старый вот этой поршли из новых там появился вот как раз конторович о котором им рассказывал так что если вы читали знаете много примеров хотя бы оттуда она вот так написано что вот уловить какие-то такие вещи там трудно а эти вещи тоже нужны потому что они экономны геометрически как всякая геометрия и поэтому вот так с этой точки зрения есть я бы вот конечно никому не посоветовал в качестве единственного учебника анализа читать трехтомник григорий михалович а так нет он был очень грамотный хороший математик и это все на школа который сейчас расцвела тоже вот эта питерская математическая школа но из него вышел например философский медалист смирнов его знаете хорошо так вот лиммы три штуки значит я м1 сейчас я думаю где мне что размещать вот прямо здесь и начну лимма-1 значит что в доказательстве этой теоремы вот здесь существенно что в этих последующих делах теперь у нас герои это гильбертово пространство и компактный самосопряженный оператор в нем и так лимма-1 шапка значит она вот может быть даже и ну лучше повторю а то вы потом что-нибудь забудете не пишу только где чего лямбда комплектное число лямбда не равна нулю значит утверждение первое неожиданное если лямбда прижит спектру оператора а то это на самом деле точечное значение собственное значение просить ну я просто сейчас сбился потому что я думал написать что лямбда принадлежит сигма п а или написать по-человечески что это собственное значение и вот это раздвоение и обдумывание в процессе написания привело к тому что я говорил одно писал другое думал видимо третье вот всякое ненулевое число и спектра есть собственное значение помните вот мои намеки постоянные на то что все как конечномерном мире там вообще спектр это только собственное значение но здесь все ненулевые собственные значения будут все ненулевые точки спектра конечной кратности там лица вот эта черная дыра выражаясь языком космогоническим под названием ноль где происходит бог знает что а всем остальном это вот просто тише и такая постараль конечно мирный жизнь хорошо поехали доказательства лямбда потом сотрем пожалуйста у нас есть какая-то теорема вообще характеризующая принадлежность числа спектра вот сейчас начинается перечисление тех ручейков из которых потом сложится озеро байкал называемая в просторечии теорема фридгольм если скажу надо быть проще это будет относиться михал не к вам а к теоремам теореме 11 5 предшествовало теорема 11 3 критерий при надежности числа спектру я фактически процитирую по теореме 11 3 число лямбда принадлежит спектру оператора всего лишь сам спряженного в данном случае пока тогда и только тогда когда существует набор последовательных элементов на сфере xn все по норме равны единице и а лямбда xn стремится к нулю но при н стремящего бесконечности позволите не писать помните тюрем простая тюрем она состояла из двух частей один пункт как организовал резонаментное множество а второй пункт спектр все вот идея которая сегодня уже встречалась если xn на сфере ограниченное множество то образ это уже предкомпактное множество вот здесь сидит то что а компактный самосопряженный а сейчас будем использовать компактный так как а компактный оператор то а xn предкомпактное множество ну в нашей ситуации все равно что вполне ограничено еще не знаю чем именно я буду пользоваться но предкомпактный опять же вот в этих всех теоремах полезнее мне работать с предкомпактностью в духе нашей теоремы критерий компактности опять существование сходящиеся подпосредственности значит существует сходящиеся подпосредственности а xn к ну можно написать его так даже без скобок пусть она к чему-то сходится обозначение придумайте для предела молодец я просто проверяю вас действительно ну конечно надо в этом же мире остаться и так далее вот образец нехорошего письма в таком месте это взять букву из какой-нибудь греческого алфавита и сказать что пусть последний стих сходится к числу кси даже в мире чисел ну про кси мы уже говорили сами как ее писать так же как и джету но просто вот смешение языков но вы знаете вы везонская башня и все проще чего-то всяким проблемам в жизни человечества в том числе и математически и так пусть это сходится к игроку ну и что одна из очень полезных вещей при решении задач в этом мире да и вообще это выписывать данные и факты которых каком-то моменту проведения вами рассуждений вы накопили вот ну и что про xn знаем значит они все вот такие это стремится к нулю между прочим между прочим а что это означает что разность а xn минус xn стремится к нулю и вот я перенесу сюда информацию оттуда вот в таком виде а xn к минус лямбда xn к стремится к нулю и посмотрите вот это стремится к этому разность этого и этого стремится к нулю что отсюда следует что вот к этому самому игроку стремится вот эти лямбда xn к то продаж ну раз это стремится к нему это разность стремится к нулю значит это стремится к тому вопрос в том где мне писать а вот здесь я буду писать значит лямбда xn к т имеется вам пределом и как прием опять же который сегодня встречался лямбда не равняется нулю можно поделить и так далее по действиям оператором ну давайте воспользуемся так ну вот здесь плохо немножко я с доской надо было помельче писать но я думал о вашем восприятии так получается что xn к т имеет своим пределом 1 на лямбда y правильно а непрерывный оператор но компактный запасом стало быть сам сопряженным запасом то что включать значит а непрерывный поэтому смотрите сюда xn к имеет своим пределом 1 на лямбда y где-то я xn к тоже видел уже был факт xn к т имеет своим пределом игрок ну здесь я плохо пишу ну короче здесь 1 на лямбда y а здесь просто игрок так давайте еще раз xn к т имеет своим пределом вот здесь написано было xn к т имеет значит а xn к т стремится к 1 а вот здесь понял все виноват виноват равняется 1 на лямбда а от игрок но это означает что а игрок равняется лямбда игрок игрок собственный вектор это хорошо это хорошо потому что мы доказали что действительно лямбда собственное значение правда это надо еще про это почему игрок не ноль но они все из элементов на сфере получались правда так что конечно не ноль в ноль спрыгнуть со сферой мало кому дается сходимости по норме имеют слабые сходимости знаем видеть все доказали лямбу спасибо безжалостно стираю все безжалостно то безжалостно а где писать так михаил что у меня со временем все десять раз успеем ну я преувеличиваю конечно итак лямбда очень важная в доказательстве это теорема значит лямбда первая была про то что вот сейчас произойдет избавление от черты в этой самой формуле знаменитой я пока напишу так значит h c а компактный сам сопряженный оператор и решил не лениться лямбда не нулевое комплексное число и тогда говорит лямбда лямбда замыкание а лямбда образа есть им а лямбда то есть вот такой момент ну и тогда вот в том разложении которое было первым слагаемом черта и стень практически уже получится теорема франтгольма лямбда лямбда будет предшествовать лямбда 3 тривиально и когда то мы о ней говорили но здесь необходимы лямбда 3 а самый сопряженный оператор в гильбертовом пространстве комплекса m n варианта относительно а то есть а от m содержится в м причем м это не просто кто-то а это подпространство в нашем пространстве замкнутые топологические алгебраические тогда говорит эта лямба из всего этого следует то что аннулятор м инвариантен относительно а вот смотрите мораль такая если я самый сопряженный оператор у меня есть разложение пространства на m и его аннулятор и я инвариантен на одном куске то я инвариантен на втором вот у меня матрица тогда грубо говоря этого оператора если избавиться она будет иметь такой блоковый характер блок здесь вокруг вот блок здесь вокруг головной диагонали и вот здесь в квадратике такие а здесь и здесь ну либо идея очень такая серьезная клеточное такое разбиение а говорили мы об этой лиме об этом утверждении здесь на лекции так кирилл вы летописец ваша память что говорит что мы об этом уже говорили что мы об этом и вы знаете кирилл вы заставляете меня процитировать ларшуко был такой настроумец мудрец в жизни 17 века кстати выведен в романе александра дюма двадцать лет спустя там заговор фронды против мазарини всякие такие вот там ларшуко участвует рамис там с атосом тоже а дартаньяна мазарини пытается завербовать свою компанию но там ларшуко появляется не только как участник этой фронды но и как конкурент рамиса борьбе за внимание одной дамы в общем короче говоря историческая фигура в данном случае у нас будет интересовать как один из создателей литературного французского языка написавший и мемуары и вот книжку своих размышлений максим и мысли у него есть такое изречение Кирилл многие жалуются на свою память и никто на свой ум класс правда поэтому вот придумайте другое оправдание на память до вас уже жаловались судя по всем вашим комментариям мы не обсуждали этот вопрос а он тривиальный на самом деле этот кусочек доказательство лима 3 а вот я взял какой-то игрок из аннулятора М надо показать что а от игрок тоже принадлежит этому аннулятору что это означает это означает что для любого х из М скалярное произведение ну точнее так лучше даже вот напишу теперь взял произвольный х из М и рассматриваю скалярное произведение ну например х на а у преднадлежит аннулятору означает что это равняется нулю правда вот я взял игрок из аннулятора я поделствовал него оператором а мне надо показать что для любого х из М скалярное произведение х на а у по прежнему как и это то что хотим там знак вопроса стоит вот здесь вот это я хочу доказать установить но у меня оператор сам сопряженный поэтому это есть ах на у ах принадлежит М потому что по условию М вариант а у ортогонален всем таким значит это равно нулю все вот все доказательства это равно это равно равно это тривиально тривиально стираю так все восстановили сразу поясню лема 3 мне понадобится для лема 2 не напрямую к теореме ну грубо говоря это речушка которая впадает в речушку которая говорит я тебя потом довезу до возра байкал ну скажем москва река куда это впадает среди прочего по дороге к волге в аку а каждый потом движется в сторону волги где ака впадает в волгу вот что вот такая большая аудитория нет никого из нижнего новгорода до дожили ну там есть даме это место стрелка вот течет вот так волга большая широкая а вот тут впадает ака туда вот здесь в нижнем новгороде стоит вот там кремль на берегу там всякие высоты вот здесь вот ну как всегда в этой русской равнине там берег низкий здесь высокий приходят с востока ребята а тут река она в том берегу высокий берег крутой преодолеть непросто такая историческая была ну это у всех меридиональных рек вообще говоря тот берег выше этого ну короче говоря план на киа на секретность я вам нарисовал думаем яма 2 значит я хочу доказать что вот это множество замкнут ваши мысли мы когда-то встречали такой факт для операторов ограниченных снизу и когда доказывали в гибертовом случае теорему банных об обратном операторе и просто там в одной из теорем это было этот мотив нам известен но здесь у нас нет факта ограниченности снизу ну нету а замкнут хочется доказать правильно? есть факт ограниченности снизу ограниченности снизу а где это когда было? сразу с самого замкнута я могу сделать обратно и доброго ну как-то три банных нет вот три банных давайте не будем пока трогать вот в этом месте да еще раз вот в принципе мы знаем что если есть ограниченности снизу ну вот поэтому надо понять что-то я не знаю ну вот у нас есть у нас есть у нас есть у нас есть Андрей вот на самом деле иногда важно Артур чтобы мы пошли по тому течению по которому я хочу чтобы мы пошли я руководитель экспедиции я проложил маршрут и говорю сейчас вот на этом плато здесь а вы говорите мы сейчас вот плот волоком перетащим в соседнюю речку всего три километра лесом а там спустим на воду и поплывем я сплавлялся на плато по Сибирской реке это отдельное занятие конечно если речка быстрая особенно поэтому плывем по моей реке так что сказал Андрей я сейчас все напишу Лему-3 ввиду ее очевидности я сотру мы будем знать что мне она сейчас здесь понадобится вот уже Андрей на это намекает значит доказательства лямбда 2 тут будет работа из двух этапов и я попробую это четко разделить значит ясно говорит Андрей что собственное пространство ядро а лямбда инвариантно относительно оператора а ну собственные векторы иной правильно значит отсюда следует по лямбда 3 инвариантность дополняющего слагаемого в теореме 11 а чего то там сейчас значит напишу значит отсюда следует инвариантность инвариантность им а лямбда с чертой так как вот это вместе с ядром оператора а лямбда дается аж это мы знаем это на стене такая с каким номером 11 2 или 11 3 11 3 проспект значит это какая ну братцы я специально для вас сына мировой учил 11 12 по теореме 11 2 вот потом когда мы сейчас будем карту местности рисовать это нам все пригодится это вот так ну и понятное дело вот с пол лямбда 3 поскольку это инвариант значит и это тоже инвариант то есть если я рассмотрю аргументы из этого мира и подействую на них оператором то я попаду опять в этот мир и вот это серьезное дело и давайте давайте не могу ничего стирать если вы признаете лямбадин уже ярко и запоминающийся и отложившийся я сотру ну теперь мы не имеем права стирать за уважение к ним лямбадин всякий ненулевой элемент спектра есть собственное значение все будем считать что после этого мы забыть это уже не можем так значит пункт 2 рассмотрим оператор новый я его обозначу а с волной это есть сужение а на им а лямбда с чертой тут вот не надо запутаться где лямбда где без лямбды но вот там писано он инвариантин этот оператор на этом подпространстве и можно его там рассмотреть так вот этот оператор а с волной это тоже компактный самосопряженный оператор как его прародитель оператор а правда же ну на куске аж он останется и компактным и самосопряженным это замечательно конечно ну и что а вот что давайте подумаем значит где сидели все собственные значения и собственные векторы собственные векторы оператора а большого на всем аж они сидят вот в этом кусочке разложения в этот кусочек они уже не войдут поэтому собственных векторов у оператора а с волной нету они все остались в том втором дополнительном куске поэтому вот важное замечание число лянда не является собственным значением оператора а так ведь так как с волной так как все собственные векторы остались в кавычках в ядре оператора лянда точка согласны ну а коли так раз это не собственное значение оно не ноль вот только что стер лему 1 отсюда следует по лему 1 что лянда лямда не принадлежит спектру оператора а лямда у оператора с волны ну потому что число лямбда не является собственным значением и оно не ноль а в лемя 1 говорилось что если ты компактный сам сопряженный оператор а лямбда из спектра то это собственное значение а то там не собственное значение значит оно и спектр а значит оно где значит лямбда принадлежит резольвентному множеству оператора а а что означает резольвентность это означает что когда я напишу уравнение вот такое а с волной потом лямбда x равняется y и возьму какой-то y из этого пространства им а лямбда с чертой то найдется решение в а лямбда с чертой ну а это будет означать что просто любой элемент отсюда является образом оператора а с волной с индексом лямбда элементом множества им а с волной с индексом лямбда так ведь ну а поскольку с замыканием дело мы им имели брали отсюда то теперь получится что вот это равно им а лямбда с чертой с чертой вот так получили замкнут получили пока замкнут множество вот этого но мне это нужно про оператора лямбда а как мне туда вернуться а не знаю пока давайте еще раз моя цель доказать что вот в этой формуле вот здесь черты нет я сейчас доказал всякую всячину про оператор а суженный до действия на разложение аж равняется им а лямбда с чертой плюс ядро оператора лямбда нет не как доказать это не надо придумать то что мы уже доказали вопрос том как сформулировать вывод вот из того что мы уже проделали вы смотрите мне нужно сейчас вот на самом деле работать ну в самой формировки утвердения вот с таким множеством а я работал вот с таким множеством не знаю пока вот не очень понимаю значит еще раз говорю вот я рассмотрел а сужение на этом подпространстве и так далее ну и что сейчас вот это вот это вот это множество им а лямбда да вот он вот вот я сюда вот а ну и вариант там относительно а дальше уже сузили это есть а с волной у нас и и поэтому и 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 ну и и и и и и и и и Там решение найдется. Но, значит, поскольку действие-то на этом совпадается программа, значит, будет как раз удовлетвориться от х и вот этому соотношению тоже. Потому что х будет принадлежать вот этому им а лямбда с чертой, а на этом множестве, что вот так напишу, что вот так, это одно и то же. Все. Ничего доказывать, Михаил, не надо, на самом деле. Все уже доказано. Мы занимаемся, когда вот этой задачей, то здесь, в этих обозначениях, это все равно, что заниматься оператором а с волной. А для него мы доказали, что для любого игрок из им а лямбда с волной с чертой, что совпадает, на самом деле, с тем, что нам надо, решение существует и единственное. Просто суть в том, что вот для вот этого и с волной это одно и то же получается. хорошо, сейчас давайте я проскочу, чтобы выполнить свою программу-меню. И вот теперь смотрите, что у меня получилось. Лему-2 я оставлю, как главный рабочий инструмент. Лему-3 мы уже стерли. Пишем доказательства теоремы 12.4. По теореме 11, как вы мне сами сказали, 2, h равняется им а лямбда с чертой плюс ядро оператора а лямбда. По лемме 2 это равно просто им а лямбда. Теорема доказана. Вот все здесь сложилось, выбралось, вот оно получилось. Другое дело, что если вы откроете сейчас книжки, вот как я говорил, Калмоговы, или там еще что-то, вы увидите, во-первых, что там, в этом разделе обычно говорят теоремы альтернативы Фредгольма. У нас никакой альтернативы нет вообще. Так ведь? Во-вторых, была обещана некая схема. Вот две вещи хочу сказать. Сколько у меня минус? 5? Да. Вот смотрите. Значит, вот теорема 12.4 у меня сейчас. Нет. Не слышу. Все кончилось? Очень хорошо. Итак, теорема мы доказали. Вот начнем мы в следующий раз с того, что создадим карту путешествия. Попробуйте, кстати, сами ее создать к следующему разу. И сравним. Вот как эти ручейки под названием... Я могу... Вот я только перечислю сейчас, из чего должна состоять эта вся конструкция. 11.2 11.3 12 Ну, сейчас надо подумать. 12 сколько? Нет, пожалуй, вот просто не нужна даже здесь такая. Еще. Вот лема 1, 2, 3. Пожалуй, вот самый простой вариант. Вот из этого всего вы должны соорудить в каком-то порядке все. Ну, например, вот здесь идет лема 2. Она у нас получалась с помощью лемы 3 и с помощью лемы 1. Это я помню. По сегодняшнему. Что такое теорема 11.2? Теорема 11.2 это разложение вот это как раз. Оно использовалось, это дело напрямую вот сюда, ну и в других местах, но варная здесь тоже. Но и вот тут он использовался в этой основе лемы. Что такое теорема 11.3? проспектр. Вот оно сидело здесь, например. Вот такая-пока упрощенная схемка этого доказательства. Ну, вот его интерпретация на языке разрешимости, альтернативности и безальтернативности это тогда то, с чего мы начнем в следующий раз. Чуть-чуть я не успел, но ладно. Годится. Все. Большое спасибо. Продолжение следует...